Привет, мои дорогие зрители! С вами Ла Австралия, и сейчас я нахожусь на Брайтон-Лисанс. Ну, посмотрите, какая у нас ситуация. Балаган. Балаган. Натуральный балаган, можете сами видеть. Каких там полтора метра, полтора сантиметра. Вот это вот, кстати, вы знаете, вот смотрите сейчас, я хочу вам показать. Вот эти вот пацаны сидят там один у другого на башке. Это те, которые ждут, когда приготовят еду и будут развозить на велосипедах деливеря. Говорят, что уже очень скоро у нас откроют рестораны. Потому что ты можешь купить тейк-эвэй, но кушать ты не можешь внутри. Народу... Кто бы мог подумать. А вот здесь очень вкусно готовят. Это китайский ресторанчик. Я уже год назад вам здесь сделала видео. Так, здесь пытаются соблюдать дистанцию, стоят. Здесь вообще хорошо придумали. Видите, внутрь не пройдёшь. Сейчас я вам покажу, где находится злачное место, которое закрыли. В Австралии, как я вам говорила, в Австралии больше всего, наверное, на свете после Америки. Это страна игроманов. На каждом углу. Вот здесь находится Брайтон Расселл Клуб. Закрыли. Нема. Хочу Сашу в отражение снять. Вон она, вон она. Увидели. Так, смотрите. Всё. Закрыто. Раньше здесь игровые автоматы стояли вот здесь. А теперь, так, отсюда не видно. Сейчас весь второй этаж, это всё игровые автоматы. На улице сегодня прекрасная погода. Сейчас, наверное, градуса 22. И очень такой приятный бриз. Здесь готовят фишн-чипс. Идём дальше. Вообще, как говорят, что нельзя сидеть. Все сидят. Тут спортсмена в масках. Ребят, вот такая красота. Сейчас закат. О, мужик песни поёт на велосипеде. Детка, конючица. Здесь продают мороженое. Обычно здесь стоят столики на улице. И полным-полно народу то, что не пройдёшь. Не пройдёшь. А сейчас вот такая ситуация. Так, здесь находится тайский ресторан. тоже готовят на вынос. бежим. Бежим. Здесь. Бежим. Бежим. Здесь, вот это вот дом, это называется хаус комишен. Это государство даёт бесплатно квартиры и находится, вот видите, так, и прямо напротив, прямо напротив залива. Дерево упало. Ну, я смотрю то, что очень много машин сейчас на улице. Все куда-то едут. Непонятно, кто куда едет. Вроде как половина народа должны сидеть, никто не должен работать сейчас. Но, по-любому, народ носится, как угорелый. Ребят, сейчас мы перешли на другую сторону. Там находится аэропорт. Вертолёт летит. Вертолёт летит. Колёса стёрлись. Белый песочек. И вот такая красота сейчас. Всё, мы туда не пойдём. Мы туда не пойдём, мы сюда пойдём, потому что там очень много народу. Так что сказали, что откроют очень скоро пляжи, потому что ты сейчас можешь гулять перед морем, но не можешь купаться и сидеть на лавочках не можешь, сидеть на песке не можешь, а шариться перед морем можешь. А я не знаю, они сейчас откроют плавательный сезон. Тогда он под занавес уже. Мне вообще, я вот это вот понять не могу, а для чего его открывать, если ты не можешь на песке посидеть. И вообще показали, в каких районах очень много произошло заражений. Это как раз те районы, где много пляжей. Так что пускай открывают пляжи, пускай открывают рестораны. И будем посмотреть, что произойдёт. Вообще, конечно, ситуация, вот я, Саша, думаю серьёзно, глупо. Если они людям платят 3000 долларов в месяц, да, чтобы люди самоизолировались. Ну ладно, вы ходите, гуляете. А получается так, значит, гулять можно, купаться можно, а работать нельзя. В ресторанах потом уже скоро можно будет сидеть. Но это какой-то абсурд. Может, я не права. Лизнь покажет. Ну, как говорится, будем посмотреть. Какие краски! Какое небо голубое и залив голубой. Вообще, конечно, очень красиво. Воздух свежий. Да, в осенне-зимнее время практически нет сумерок. Сразу день, а потом ночь. Буквально за 15 минут темнеет. Вот то, что мы называем вечереет, здесь этого нет. Вот 5 часов светло, 6 уже ночь. Как-то очень быстро это всё сменяется. Да, ещё у нас недавно поменяли время, и поэтому сейчас темнеет. Сейчас сколько время? Ну-ка, посмотри. 17.46. Сейчас 5.46 вечера, и видите, уже темники. Вот так. Прогулялись. Ну что, подышали свежим воздухом, ребята? Смотрите Элу. Да, смотрите Элу. Всем привет. Смотрите Элу, не унывайте. Ребята, не унывайте. Мы прорвёмся. Дорогие мои зрители, сейчас везде, в каждой стране, как вам сказать, свои правила, свои законы. Да, не знаю я. Конечно, законы соблюдать надо. Самое главное, ребята, соблюдайте дистанцию. Вот это действительно самое главное. А вот эти мужики, которые сидят, они между собой трутся, трутся, потом пихают целые сумки вот с этой едой и будут вам развозить. Ну, я вообще не знаю. А вообще, в Австралии очень сильно упала заболеваемость. Это когда ввели именно дистанцию. Ну, а сейчас посмотрите, какая тут дистанция сейчас будет. Народ попёр. Во! Только я с вами хотела распрощаться. Народ попёр. Ну, да. Тут сейчас не проедешь, не пройдёшь. Вон, ещё козёлся. Смотри, ещё аж тужится, тужится. И кого сейчас, на людей, что ли, поедут? Вот, на их. Ой, ребята, всего доброго. Всего доброго. Будьте здоровы. Не чихайте, соблюдайте дистанцию. Мойте руки и подмышки. Да, подмышки, вот, да. Это обязательно. И тогда ничего к нам не прицепится. Пока. Ну, и здесь, ребят, смотрите, напротив ресторан, который тоже пустует. И в нём проводятся гулянки и вид прямо на ботанический залив. Пока. Пока.